Всем привет дорогие друзья! Если вы смотрели мои предыдущие видео, то вы знаете, что я обожаю хоррор игры. Это уникальное чувство невозможно описать словами, когда сидя в темноте, некоторые проекты способны полностью захватить наше внимание и не отпускать до самого конца. Страшные игры могут быть разными, некоторые пугают нас резкими криками и скримерами, привет Слендеру и Пять Ночи Фредди. Другие же позволяют исследовать местность, раскрывать леденящую душу историю и иногда даже обороняться от монстров. Именно такие игры получили самую большую популярность. Все мы знаем, что именно Silent Hill и Resident Evil создали и определили жанр хорроров на многие годы вперед. Но среди всех возможных вариаций жанра есть один уникальный представитель, это хоррор квесты. Что же в них такого особенного, спросите вы? Дело в том, что эти проекты крайне линейны, иногда не обладают красивой графикой, не дают игроку свободу действий. Зато такие игры полностью погружают геймера в историю, погружающий мир, знакомый с персонажами и создают захватывающую и криповую атмосферу, когда всегда присутствует чувство, что за вами следят и что-то зловещее ждет впереди. К сожалению, не у всех хоррор квестов получается выполнить поставленную задачу. И вот недавно я наткнулся на одну старую игру, которая меня заинтересовала. Я купил ее, скачал, запустил и в итоге пропал на шесть с половиной часов. Сегодня я хочу рассказать вам про хоррор-адвенчеру под названием Corrosion Cold Winter Waiting и объяснить, почему это достойный представитель своего жанра и почему на этот проект стоит потратить свое время. Коррозия была разработана студией Vipirante и выпущена в 2012 году на ПК. Позже, в 2015 году игра была перезапущена в стиме под видом улучшенного издания, и именно эту версию вы видите на экране. Если кто-то интересуется, улучшенное издание работает в разрешении 16 на 9, пофикшены баги, текста стало больше, были доработаны локации и другие мелочи. Не будем ходить вокруг да около и начнем с самого главного – сюжета, ведь это квест, и именно пугающие, захватывающие истории делают любую адвенчеру хорошей. Действие игры происходит зимой 2009 года, в маленьком городке под названием Deco Nox. Мы играем за Алекса Трумана, шерифа данного места. Жизнь в этом городе весьма спокойна, нет ни убийств, ни краж. День шерифа состоит в основном из спасения кошек и собак, а также ареста пьяниц. Протагонисту нравится спокойная обстановка, но в глубине души он мечтает о приключениях, о чем-то особенном, что смогло бы встряхнуть его рутину. И это нечто не заставляет себя долго ждать. Однажды поздно вечером, возвращаясь домой, он чуть не сбивает человека, который брел по заснеженной дороге. Незнакомец оделся лишь ушибами, но Алекс понимает, что с этим человеком что-то не так. Дело в том, что при нем нет никаких документов, его нету в базе данных, да и с момента прибытия в полицейский участок незнакомец не произнес ни слова. Так и не разузнав, кем же он является, его отправляют в психбольницу на дальнейшее содержание. Казалось бы, данная история завершилась и уже далеко позади шерифа, но неожиданный неизвестный мужчина заговорил. Он не сказал ни своего имени, ни возраста, ни места жительства. Он начал повторять снова и снова, ферма холодная зима, ферма холодная зима. Протагонист знает, что на окраине города действительно находится ферма с таким названием. И наконец-то, получив реальную загадку, он отправляется в путь. Прибыв на место, Алекс не обнаруживает ничего особенного и уже собирается покинуть ферму, как в это же время снаружи начинается сильная снежная буря, которая прокидывает одно дерево. Неожиданно для протагониста упавшее дерево ломает одну из стен, за которой оказывается лифт. Недолго думая, герой вступает в него и лифт отправляется вниз. После длительного спуска под землю, шерифа встречает холодные одинокие стены бункера, и вокруг нет ни одной живой души. Путь в глубину бункера закрыт огромной дверью со знаком биологической угрозы, а на местных компьютерах красным во весь экран горят надписи «Аварийная ситуация». Что же здесь произошло и почему это место было так надежно скрыто от посторонних глаз? Так и начинается приключение героя, в котором он увидит много жестокости, безумия, много страшного и непонятного. Именно игроку предстоит помочь Алексу раскрыть тайну этого загадочного места. Хочу сразу отметить, что проект студии Виперанты не обладает огромным бюджетом, поэтому не стоит ждать крутых роликов, которые подробно раскрывают историю. Скажу больше, здесь даже нет других персонажей, ведь создание модели тоже стоит денег. Вся история рассказывается через немногочисленные диалоги и через записки, которые мы находим во время прохождения. Но не стоит переживать, ведь даже имея небольшую сумму на разработку, создатели умудрились лихо сгладя все недостатки. Например, первая заставка или слайд-шоу содержит фразу, что произошедшее случилось на самом деле. Конечно же это неправда, но данная мелочь побуждает интерес игрока, да и просто выглядит неплохо. Про завязку я рассказал, давайте же теперь взглянем на игровой процесс. Сразу скажу, что у игры есть огромные плюсы и минусы. Плюсы это сюжет, раскрытие героев и лор, а минусы к сожалению относятся по большей степени именно к геймплею, но о них чуть позже. Итак, коррозия такой старой школы. Никакого прямого управления, перемещаться предстоит только с помощью мышки. Во многих комнатах можно повернуться влево, вправо, вернуться назад и пройти вперед. Кликаем на желаемое направление и задник меняется, наш протагонист оказывается в нужном месте. Ничего нового и необычного. Хоть проект и вышел уже в 2012 году и был немного обновлен в 2015, картинка смотрится прилично. Исследуя подземную лабораторию, игрок найдет много закрытых дверей, а также множество предметов, и как в любой адвенчуре, предстоит правильно использовать эти вещи в нужных местах, а также отыскать способы открыть запертые двери. Звучит все просто, управление и игровой процесс идентичен многим старым квестам, но к сожалению именно в этом и кроется множество минусов геймплея. Первое и самое главное, интеракция с дверьми, вещами и прочим происходит под определенным углом. Приведу простой пример, на экране вы можете наблюдать это постоянно, так что смотрите внимательно. Вы заходите в комнату и перед вами есть компьютер. Казалось бы, стоит просто кликнуть по нему и персонаж включит его. А вот и не угадали, нужно аж целых два раза пройти вперед, повернуться к компьютеру и только потом можно кликнуть. В игре очень много места, где для того, чтобы активировать что-то или открыть дверь, приходится буквально вертеться на месте. Конечно к этому быстро привыкаешь, но все же это весьма неудобно. Кстати об интеракции. В коррозии присутствует пиксель хантинг, вам придется внимательно осматривать местность, чтобы найти нужный предмет. Опять же не понимаю, почему в игре нет подсвечивания вещей, многие квесты уже в те годы были дружелюбны к игроку и помогали ему в охоте за предметами. Но не стоит сильно переживать, хоть это и может поначалу заставить некоторые проблемы, период освоения проходит достаточно быстро и далее становится легче. Что самое важное в любом квесте? Правильно, головоломки. И в этой игре их полно. Первая половина состоит из нахождения вещей, чтобы потом применить их в нужном месте. Тут все в порядке, все логично и понятно. Другие же заставят вас подумать. Например, самая первая загадка коррозии заставляет неплохо так напрячь извилины. Чтобы открыть первую дверь нужно отыскать специальный код. Для его получения нужно сначала найти два других кода, а потом с помощью математических вычислений понять как все устроено, расшифровать ранее полученные пароли и лишь потом вы получите желанные цифры. Не буду ничего спойлерить, но поверьте, я давно не решал таких загадок. В целом хочу отметить, что Cold Winter Waiting является адскульным квестом, а это значит, что здесь много шифров в комнат, нужно много передвигаться, поэтому очень важно запоминать где и что находится. А еще лучше держать под рукой лист и ручку, чтобы записывать самое важное. В этом тоже кроется некий минус, ведь как так, у шерифа нет даже блокнота, куда он мог бы записать нужный код или какую-нибудь важную деталь, а ведь внутриигровой блокнот с кодами и подсказками бы не помешал. Перед тем, как рассказать о самом главном, атмосфере и развитии сюжета, я хочу уделить минуты и высказаться о том, как происходит продвижение по сюжету. Я прошел около двух-трех часов игры сам, а потом просто забил и проходил остальное с помощью гайда. Почему, спросите вы? Все потому, что в коррозии один из самых отвратительных бэктрекингов в истории квестов. Не буду вдаваться в подробности, я пишу кратко. Дело в том, что игровой луп заключается в следующем. Вам нужно открыть дверь, чтобы там отыскать новую карточку и важные документы, которые раскрывают сюжет. Кажется, что в этом нет ничего плохого, что же не так? Вы решаете пазл, заходите, читаете все самое нужное и интересное, и иногда игра напрямую вам говорит, куда идти дальше. Ключевое слово иногда, так как в большинстве других случаев где-то открывается рандомная дверь, и вам даже не показывают, где именно. Никакой подсказки, никакого сообщения, вообще ничего. Вы находите новый предмет и просто начинаете блуждать по местности, и чисто случайно находите новый проход. Почему так сделано, мне до сих пор не ясно. Именно поэтому, чтобы сохранить свое время и нервы, я использовал прохождение. Да и признаюсь, не теряя много времени и нервов, я получил огромное удовольствие, сюжеты и атмосферы игры, поэтому и вам советую, если решите сыграть. Ну или посмотрите прохождение на тубе, как вариант. Но не геймплей или графика захватили меня на 6 часов, до самого окончания игры, а сюжет. Разработчики смогли рассказать действительно уникальную, интересную и захватывающую историю. Решив первые пазлы и попав внутрь бункера, перед игроком открываются странные и непонятные комнаты. Тут есть комната очищения, морг, спальни, офисы, канализация, а также комнаты для пыток, в которых есть стулья с огромными иглами, а на стенах написано кровью «Я не демон, я человек». Игре с огромным успехом удается создать саспенс и нагнетать атмосферу с каждой минутой. Добыв пароль от компьютера, мы находим некую базу данных, в которой есть имена людей, но это далеко не простая информация, так как помимо имени, фамилии, года рождения и прочего, здесь есть строчки о том, когда эти люди были схвачены, каким образом, а также статус «мертв или жив». Интересно? Дальше только лучше. Переходим на следующую вкладку, и тут детально описываются действия, которые совершались пациентам, а именно удаление ногтей, излечения глаз, отрубания конечностей, многочисленные побои. Но самое интересное, что потом все это лечилось, чтобы подопытные оставались живы. Из дневника одной девушки, которая проживала в этом месте, игрок узнает, что бункер является базой некой организации под названием «Красная бабочка», которая охотится на демонов. Участники этой группы верят, что в мире демоны захватывают тело человека и заставляют творить ужасные вещи, и только они способны видеть их. Чтобы убить демона, недостаточно забрать жизнь носителя, нужно сделать так, чтобы человек сам убил себя, то есть совершил суицид. Именно для этого были построены пыточные комнаты, а если так называемый демон больше не мог терпеть, то он нажимал на кнопку на стуле, и огромная игла забирала его жизнь. Звучит безумно, согласен, и поначалу во все это не верится, создается ощущение, что это просто безумцы, которые любят убийства. Изучая мемуары других участников «Красной бабочки», мнение о происходящем неоднократно меняется. Коррозия постоянно играет с геймером, заставляя его думать об одном, а потом добавляет новые факты и знания, чтобы изменить мнение о происходящем. Что же тут творилось на самом деле? Секта, безумцы, реальные охотники на демонов, иллюминаты? Игра не дает четкого ответа до самого конца, и казалось бы, находясь на финишной прямой, вам кажется, что вы все поняли и знаете, как разработчики выдают финальный поворот сюжета, который полностью меняет понимание игрока произошедшему. Конечно же, это не самая лучшая история в мире, но весьма и весьма годная и непредсказуемая. Но атмосферу создают не только ужасающие виды и ракурсы, а многочисленные детали. К примеру, та же база данных, про которую я рассказал ранее, она не только содержит жуткую информацию о пытках, но самое главное, как она подана. Все очень четко распределено, как будто это не просто пытки, а какой-нибудь рецепт для приготовления с описанием пропорций приготовления. Всего в игре мы найдем 6 дневников, которые раскроют нам основной сюжет. Каждый из них дает взглянуть на происходящее, с разных точек зрения. Тут вам история любви, безумия, предательства и мести. Мне очень понравилось, что разработчики создали для каждого персонажа свой почерк. Например, самый молодой и жестокий охотник пишет неровным почергом, в нем много мата и идей, у которых даже нет четкой формулировки. Почерк девушки приятный для чтения и понятный. Также есть и доктор, и как во многих шутках, почерк почти не разобрать. Но даже тут простой текст мог передать эмоции персонажа. Не буду спойлерить, но у доктора случится беда, и от четкого текста, где все предложения и почерк были идеальными, под конец все станет прерывистым и непонятным. Как я и сказал раньше, здесь нет скримеров. В основном атмосферу создают уникальные локации, умная и захватывающая историю, а также музыка, которую приятно слушать. Чем дальше вы продвигаетесь по сюжету, то от более спокойной звуковое сопровождение становится более страшным и тревожным. Также тут есть одна сцена погони от демона, но признаюсь, выглядит она нелепо. Можно и умереть, но время на действие так много, что можно успеть встать, заварить чай, вернуться и ничего не произойдет. Я мог бы рассказывать долго про сюжет игры, так сильно он мне понравился, но я боюсь, что влезу в огромные спойлеры, поэтому пожалуй остановлюсь, ведь про самое главное я и так уже все рассказал. Давайте же подведем итоги. Коррозия Cold Winter Waiting – это весьма бюджетный хоррор квест, который, несмотря на все, сможет подарить вам отличную и захватывающую историю, погрузить свою неуютную и жуткую атмосферу, а также заставить вас напрячься на некоторыми пазлами. Если вам нравятся адвенчуры, вы не боитесь пораскинуть мозгами, вам по душе игры про заброшенные бункеры, пытки, убийства демонов и вы не боитесь олдскул квестов, то коррозия – это идеальный кандидат на прохождение вечером в темноте. Если же это не ваш жанр, то можете просто глянуть прохождение, весь сюжет действительно вышел интересным. Спасибо за ваш просмотр, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я желаю вам всего наилучшего и до следующей встречи.